Мы с вами закончили на том, что было написано уравнение, расписано уравнение для двухуровневой матрицы плотности. Правильно? Я его по-выскому снова запишу, а вы меня будете поправлять, если я ошибусь. Значит, IH, DR1,1,DT, это было что у нас такое? H1,2 на РО,2,1. Если можно кому-то там записать? Кому-то там записать или нет? Сейчас увидите. Конечно, нужно записать коммутатор, только потом очень трудно с коммутатором работать. Все равно его надо расписывать. Коммутатор, ну ладно, все, не будем сбор. Минус, значит, РО,1,2 на H,2,1. Правильно? Дальше, DR2,2,2,DT, это будет H,2,1 на РО,1. РО,1,2 минус H,1,2 на РО,2,1. Правильно? То есть, неправильно. H,2,1 на РО,1,2. Нет. Сейчас. H,2,2. Да-да. Правильно. 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 Вот видите. Минус. Да. Ну ладно. РО. 2,1 на H,1,2. Так. Теперь я спешу И, H, D, РО,1,2. Ну я только этот, потому что РО,2,1, это эффект собрежонных. Правильно? Это будет. Ну диктуйте мне. Чтобы я. H,1,1. РО,1,2 минус H,1,2. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну хорошо. Плюс H,1,2, РО,2,1. РО,2,2. Так. Минус. РО,1,1. РО,1,2 минус РО,1,2, РО,1,2, а H,1,2,2. Не, так, РО,2,2. РО,2,2. Правильно. Так. Ну и для РО,2,1 это комплексно-сопряженная. Значит, И, H тогда тут будет с минусом. Правильно? Так. Теперь давайте сразу посмотрим. Если мы сложим эти уравнения, мы получим ноль с правой части. Правильно? Ну видно, так? Почему? Что такое РО,1,1 плюс РО,2,2? Это сумма диагональных элементов. То есть это сумма заселенностей двух состояний. У нас двухуровневая система. Норма сохраняется в системе. Правильно? Ведь никуда частица не девается. Поэтому это равняется единице. Правильно? Поскольку норма матрицы плотности единица. Правильно? И, следовательно, никакие изменения на эту норму не влияют. Понимаете, да? В действительности меняется не сумма РО,1,1 и РО,2,2. Она постоянно. Меняется разность заселенностей. Правильно? Поэтому мы сразу введем в величину Н, равная РО,1,1 минус РО,2,2. Отнимая от первого второго, правильно? Мы получаем И, Н, равняется. То есть мы теперь получаем уравнение для разности заселенности. То, что, собственно, нам и нужно. Правильно? ДН, РО,2,1,2 на РО,2,1. Правильно? Минус РО,1,2 на H,2,1. Правильно? Правильно, да? Теперь нам нужно решать. Давайте уже запишем, в конце концов, что такое H,1,2, H,2,1. Я здесь запишу. Правильно? Значит, поскольку мы помним, что H есть H0 плюс некое V. Правильно? И мы говорили. Плюс некое V, у которого есть только не диагональный элемент. Правильно? Есть V1,2 и V2,1. Поскольку V1,1. Мы считаем, что диагональных элементов нет. Теперь давайте мы так. У нас на систему действует... Я в прошлый раз говорил. Значит, V у нас равняется... V, оператор. Это оператор D на E. Это амплитуда, в принципе, векторная. Это амплитуда электрического поля на косинус амеда T. Правильно? Дальше. Мы решили, что мы будем... Ну, это мы, располагая оси, на которую, допустим, вдоль E, мы получаем это просто оператор. Модор. Значит, D, E. Теперь мы говорили, что E у нас в действительности является некой функцией, случайной функцией T. Правильно? И, допустим, у нас омега T. Я сразу запишу на одну вторую. А здесь будет, что? E в степени и омега T плюс E в степени минус и омега T. Правильно? То есть мы взяли воздействие на систему линейно-поляризованным светом. Правильно? Линейно-поляризованным светом и дипольный момент направляем вдоль... Берем компоненты дипольного момента вдоль электрического поля. Правильно? Да, я забыл минус. Вдоль электрического поля. Понятно, да? Теперь, что такое, значит, у нас есть... Да, пожалуйста, я вас спросил в прошлый раз и сейчас. Нет, давайте. Это пришла? Чернягина. Чернягина. А, подождите. Вы у меня... Я еще вас не записал. Чернягина. Чернягина? Евсоветов. Отчество? Чернягин. Е, С. Так, поехали дальше. Значит, у H0, это... По собственной функции H0 мы разлагали нашу матрицу плотности. Правильно? Заходите. А вы знаете, что начинается в 10.30, да? Так. Значит... Милявская и Шибневая, правильно? Да. И... Как? Сакипов. Простите прощения. Сакипов. Сакипов. Г или К? К. Сакипов. С... Сержан. С... 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 Диагональные элементы, правильно? Диагональные элементы H0. H0. H11. Это что будет у нас такое? Эксилон 1. Эксилон 1. И H22. H0. Это будет Эксилон 2. Правильно? Теперь давайте посмотрим в РО 1,2. У нас что стоит? H1,1 на РО 1,2. Минус H22 на РО 1,2. Правильно? Вы перепишите или как угодно, а я вместо вот этого напишу. Эксилон 1 минус Эксилон 2 на РО 1,2. Правильно? Правильно, да? И вот Эксилон 1, ну в действительности Эксилон 2, поскольку у нас 1 это нижнее состояние, 2 это верхнее состояние. Ну так мы записали. Правильно? Поскольку вы понимаете, что в начальном состоянии пока не действует поле, то РО 2,2 практически равно нулю. Правильно? А РО 1,1 практически равно единице. Правильно? Ну поскольку система находится на нижнем уровне. Поэтому Эксилон 1 у нас первая. И вот эта вот разница. Эксилон 2 минус Эксилон 2 минус Эксилон 1 мы назовем H омега 0. Омега 0 это частота перехода между состояниями 1 и 2. Понятно, да? Все понятно. Вот здесь вот это у нас. H минус Эксилон 1,2. Прекрасно. Теперь мы должны начать решать эту систему уравнений. Значит, здесь у нас стоит вместо H1,2 я буду писать V1,2. Теперь уже. Правильно? И что такое у нас, допустим, V1,2? Это D1,2 на E, вот T. Правильно? Поскольку E это величина не оператор, но это просто классическая величина. Правильно? Амплитуда внешнего эллиптического поля. Либератором является D. То есть V1,2 это D1,2 на E, а V2,1 это D2,1 на E. Правильно? Вы поняли, что V1,2 равно D2,1. В2,1. Понятно, да? Понимаете почему? Да? Потому что, смотрите, что такое D1,2? Это V1,2 это V1,2,2. Д, фактически это D, это E, заряд электронного умножить на R, на V2. Ну, вообще, подпроизвольный заряд. Ну, в данном случае, для логулы электронного перехода заряд электронного. А D2,1 это наоборот. Но V1 и V2 это волновые функции дискретного спектра. Правильно? То есть, это волновые функции, связанные с состоянием. Они по определению действительны. Понимаете, да? Поэтому D1,2 равно D2,1. Понятно, да? Потому что состояние дискретного спектра всегда действительны. Волновые функции всегда действительны. А комплексными являются волновые функции только в сплошном спектре. Но это вы твердо усвоили. Но должны знать о сквантомеханике. Поэтому у нас в действительности... Здесь у нас стоит... Что-то я здесь не то стер. Вот это я должен был... Да-да, все правильно. Все правильно. Следовательно, смотрите. H1,2 минус H1,2. Я здесь правильно написал? H1,2, Rho,2,2, Rho,1,1, H1,2. Правильно. Значит, у нас стоит в действительности здесь... минус H1,2 на R. Потому что там стоит Rho,2,2,2 минус Rho,1,1. Правильно? Значит, минус H1,2 на R. Понятно, да? Прекрасно. Прекрасно. Теперь у нас... Я перепишу теперь уравнение, которое у нас у меня получилось. Значит, вот это у меня уравнение, вот какое, я его перепишу так. Я поделю на H. Единица на H. Здесь единица на H. Тогда у меня получается... T Rho,1,2. Вот это T. Равняется... Минус... Единица на H это минус I делить на H. H сокращается. И минус тоже получается... И... Омега 0... на Rho,1,2. Правильно? И минус... I делить на H. Так, А... Минус I... H... В,1,2 это у нас... Мы запишем... В,1,2. Так и будем писать. В,1,2. Или просто... Поскольку В,1,2, В,2,1 на одинаковые... Мы запишем просто... В... Нет, все-таки будет... В,1,2. Умножить на... Умножить на... N, правильно? N в действительности от T. Надо помнить, что это не постоянная величина. Так, а Dn по Dt... Это будет... Это будет... 2... Делить... На H... А здесь будет... I... I... В,2,1 на РО,1,2. Минус... В,1,2 на РО,2,1. Правильно? Ну, я поделил на I, поэтому был целичний минус. Когда я написал I вот здесь вот. Правильно? Прекрасно. 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 Теперь нам нужно решать... Значит, вот это уравнение и вот это. Для РО,2,1 и вот это. А для РО,2,1 будет комплекс сопряженной решения. Правильно? Вот решать мы его будем, ну, грубо говоря, почти точно. В том смысле, что мы должны... получить... решение для N. Для нас главное найти, как меняется разница заселенности. Это главное у нас. Давайте посмотрим. Поскольку у нас уравнение линейное. Вот это линейное уравнение первого порядка. С правой частью. Правильно? Ну, то есть мы вот это можем перенести сюда. Правильно? То есть у нас есть еще некая правая часть. Такие уравнения как решаются? Сначала вы находите... Вы находите сначала РО,0. Вы пишете РО. РО,1,2. Есть некая С. РО,1,2,0. На РО,0. Где РО,0. Это решение вот этого уравнения. Правильно? Вы помните? Это решение с... Я не помню, как... Подбираемый постоянный, что ли? Ну, с переменной постоянный. Вот С, от этого на РО,0. Постоянно подбираемый коэффициент. Значит, РО,0 у нас какое решение? Для РО,0,1,2,0. А? Раз,2,0, А? Е в степени и омега. Правильно. Е в степени и омега. Теперь. Только омега 0 и Т. Это правильно. Е в степени и омега 0 и Т. Дальше. Сюда достанет? Да. Дальше. Мы, значит, пишем, что у нас. У нас тогда получается ДС по ДТ на РО 1,2,0 Так? Правильно. Плюс С на ДРО 1,2,0 ПДТ равняется у нас И омега 0 РО С РО 1,2 И минус И на А H В1,2 на Н Вот Т. Правильно. Теперь. Поскольку мы видим, что вот это уничтожается с этим. Правильно. Поскольку мы так решили так подобрали РО И у нас получается, что ДС по ДТ Я, конечно, должен сразу написать. Но уж Бог с ним. ДС по ДТ это есть. Что у нас такое? Е в степени минус И омега 0 Т Правильно? На умножить на минус И на H В1,2 В1,2 вообще Говорят Т Правильно? В1,2 у нас вот что такое Вот это Ну мы это в свое время подставим Вот Т Решаем чисто формально Да, на НТ самое главное, что забыл На Н от Т Мы формально мы решаем это уравнение как Просто интегрируем верну Значит С равняется интеграл от 0 до Т Если я беру интеграл от 0 это значит что при Т равном 0 мы полагаем что РО1,2 обращается в 0 Правильно? То есть в начальный момент Недиагональные элементы матрицы плотности полагаются Система находится в совершенном равновесном состоянии Начальные диагональные элементы равны там Н1,1 и Н То есть равны РО1,1 и РО2,2 А Недиагональные элементы мы полагаем равными 0 Просто потому что в начальный момент мы можем полагать все что угодно Нас не интересует что будет с самого начала Нас интересует поведение системы при достаточно больших временах Поэтому мы в действительности начальное состояние системы можем определить как угодно Понимаете? Понятно? Да? Значит С У нас С от Т 2 Т на Е в степени минус И Омега 0 Т штрих Это Т штрих Т штрих Минус И на H Я сюда вынесу А здесь у нас будет В1,2 Ну хорошо В1,2 от Т штрих Н от Т штрих Правильно? И полное решение это будет Значит Я уже все-таки здесь и пишу Полное решение РО1,2 От Т Есть Интеграл Минус И на H Интеграл ОДТ штрих От 0 до Т Е в степени И Омега 0 Минус Прошу прощения И Омега 0 Т минус Т штрих Вы понимаете Я внес РО 1,2 0 Е в степени Омега 0 Внес под знак Интеграл Ну это я имею право Поскольку это постоянная величина Она не зависит от Т штрих Умножить На В1,2 Под Т штрих Н Под Т штрих Н Под Т штрих Все Формально Мы получили РО 1,2 Но это чисто Формальное решение Потому что Нам неизвестна И на Т Правильно? Понятно, да? Теперь мы Вот это решение Подставляем Теперь РО 2,1 Было бы что? РО 2,1 Было бы Плюс И на H Правильно? Е в степени Минус И омега 0 Т минус Т штрих Правильно? В1,2 Это действительно В1,2 Это действительно величина Поэтому мы Ничего с ним не делаем В2,1 Действительно В1,2,1 И В1,2 Одинаковы Значит В1,2 Т штрих Н от штрих Это действительно величины Поэтому они не изменятся Понимаете? Только в действительности РО 1,2 Изменение знака Изменение знака Переэкспоненте Правильно? Поскольку РО 2,1 Это просто комплекс Испряженная величина Верно? Очень хорошо А теперь мы Подставим Можно вопрос? Можно А вот Н Она Действительная Это же РО 1,1 Минус РО 2,2 Что такое РО 1,1 Это же Заселенность Это по определению Действительной Величины Понимаете? Да Все Окей Теперь мы Запишем Подставим Это РО 1,2 В уравнении Вот сюда Правильно? Но прежде чем Подставим Мы введем Некие вещи Смотрите Ведь ДЕ Вот эта вот Величина По размерности Это энергия Правильно? Это же взаимодействие Значит размерность Энергии Правильно? Если ДЕ Вот это вот ДЕ Мы поделим На H Мы получим Частоту Правильно? Вот мы Назовем ДЕ Это у нас Делить на H Это будет Омега 1 Омега 1 Но Омега 1 В действительности Вот Т Она тоже Ведь зависит От Т штрих Почему От Т штрих? Я сказал Что Е У нас Некая функция Времени Правильно? Значит Ну покрыть Но Что это за функция Времени Мы сейчас увидим Ну вот Все Пока что я Чисто формально Записываю Значит Мы записываем Вот тут будет Омега 1 Тогда у нас Ну уже старшие Вот эти все Могу стереть Я сейчас Занимаюсь Математикой Но в действительности Вот сейчас Чуть-чуть После этой математики Начнется уже Настоящая физика Но сначала Будет У нас сначала Математика Значит ДН Значит У нас получается ДН по ДТ ДН по ДТ Это будет Значит Мы Где-то я уже писал Ну не важно Это будет Значит Делим В1 2 Делим В1 Это будет Минус И Значит Двойка И Омега 1 Вот Т Дальше РО 2 1 РО 2 1 Мы запишем Вот это будет Опять Минус И на H Правильно? И на H Интеграл От 0 До T Правильно? Интеграл От 0 До T До T Штрих И В степени И Омега 0 Т Минус Т Штрих Правильно? В1 2 То есть Прошу прощения У нас уже Это у нас Во-первых Было Омега 1 Т Штрих Н От T Штрих Так И Что у нас будет? Здесь теперь будет Плюс И на H Е степени Минус И омега Правильно? И И минус И минус И минус И минус Вот это То есть Грубо говоря Мы получим То же самое То же самое Но То же самое Но комплексно Сопряженное Вот эту И мы вынесем Минус И на минус И Это будет Просто Минус Правильно? Еще Двое Но Четыре Будет Их Сложить Двойка Да И плюс Еще То же Самое Но С другой Экспонент Понимаете Но Тут Экспонента Другая Когда РО2 1 Экспонент Другая Тогда В результате Что мы получим? В результате Мы получим Вот такую Величину Я Не хочу Сейчас Заниматься Математикой Вы в действительности Все это Сами Это чистая Математика Вы просто Спокойно Можете Сами Это Проделать Я В действительности Напишу Окончательный Ответ Сразу Значит У нас ДН По ДТ Равняется Интеграл От нуля До Т Омега Один Под Т Омега Один Под Т Штрих Тут Под Т Штрих Естественно Дальше Дальше Я записываю Е в степени И Омега Один Плюс Е в степени Минус И омега Один Это Вот Наше Определение Е Умножить На Е в степени И Омега Один Штрих Плюс Е в степени Минус И омега Один Штрих И умножить На Е в степени И Омега Один Т Минус Т Штрих И на Е в степени Вот теперь Грубо говоря Когда я писал Омега Один Я вам говорил Я сейчас Вот Я сейчас сделаю Вот сейчас Начинаю За физика Вот когда я говорил Что у нас Вот эти вот Энергии Строго Определены Это Я значит Брал эту систему В каком-то Глубоком Вакууме Ничто С ней Не взаимодействует Кроме Электромагнитного Поля Правильно Теперь представим Себе Что в реальности Наша Двухуровневая Система Ну наш Атом Или молекула Они находятся В окружении Других частиц Ну в решетке Когда говорят Слово решетка Вы наверное Это знаете Решетка Это Слово Для обозначения Взаимодействия С другими Случайного Взаимодействия С другими Частицами Мы пока что Не будем Учитывать Допустим Вот эти частоты Очень велики Вот эта частота Достаточно велика Чтобы не учитывать На первое время Переходов Между уровнями Из-за взаимодействия С другими частицами Понимаете Да Допустим Что там нету Таких высоких частот Ну представьте себе Вы наблюдаете Молекулу Ну с Энергии возбуждения Ну допустим 2-3 электрон вольта В достаточно Холодной системе Но там нету Таких Частот Чтобы Принять Вот эту вот Энергию 2-3 электрон вольта Понимаете Но что делать Может Вот эта решетка Она в действительности Ну представьте себе Подходит Отходит Соседний атом Все такое Она Приводит к тому Что вот эти уровни Дрожат Это есть Некое дрожание Случайное дрожание Уровни Понимаете Да Тогда Вот К этому делу Мы еще должны Добавить Мы должны Добавить Е в степени И Это автоматом Получается Если я введу Вот сюда Вот Вот сюда Вот Ну Е в степени И омега 0 Которая у нас Получалась Если я Напишу Е в степени И омега 0 Омега 0 Т А должен Я еще написать А если Есть еще дрожание То это будет Плюс интеграл От 0 до Т Вот этого Дельта Омега 0 Дельта Омега 0 Т Штрих Т Штрих Здесь Вот такой Вот интеграл Наберется Вот в этой функции Вот здесь Еще будет Е в степени И омега Вместо Т минус Т штрих Поскольку Это постоянное Если Дельта Омега Будет постоянной То это будет Дельта Некая Дельта На И Омега 0 Т Понятно Да А здесь Вот интеграл ДТ Штрих Понимаете Да Поэтому Отсюда Вот из этого Дела Возникает Вот такая Величина Е в степени И Интеграл От Т Штрих ДТ ДТ Два штриха Дельта Омега Ну От Т Штрих От Т ДТ Штриха И здесь В конце Концов Н От Т Штриха Вот у нас Получилось Замкнутое Уравнение Для Н Абсолютно Точное Понимаете Меня Да Это уравнение Абсолютно Точное Я Здесь Не погрешил Ни на Й Но Решить Его Мы Сейчас Его Решим Но Решим В Неком Приближении Но Сначала Давайте Посмотрим Что Это Что Вот Это Такое И Что Вот Это Такое Вот Для Этого Я Говорил Вам О Том Что Эти Величины Являются Случайными Величинами Что Это Значит Поскольку Вы Говорили Что Вы Проходили Теорию Вероятности И Теорию Случайных Процессов То То Что Я Вам Сейчас Скажу Не Будет Для Вас Слишком Большой Новостью Когда Мы Говорим Что У Нас Есть Случайный Процесс Это Значит Что У Нас Есть Случайная Величина Зависящая От Времени Правильно Ну Допустим В данном Случае Вот Я Возьму Омега Один От Т Значит Омега Один От Т Это И Случайная Величина Которая Зависит От Времени Естественно У Этой Случайной Величины Есть Должно Быть Некое Распределение Правильно Это Есть Распределение Случайных Величин Бывает Гаусс Распределение Бывают Всякие Распределения Но Для нас Главное Не распределение Этой Случайной Величины А Мы Говорим Вот Что Что У Нас В Действительности Вот Стоит Так Величина Так Вот Предполагается Что Омега Один От Т Среднее Вот Так Я буду Обозначать Среднее По Случайному Процессу Среднее От Омега Один Равно Нулю Потому Что Это Случайная Величина Омега Один У нас Действительная Величина Правильно Она Либо Положительна Либо Отрицательна Потому Что Если Бы Всегда Так Бывает Понимаете Меня Среднее Должно Равняться Нулю У Случайной Величины Вот Это Строго Равную Нулю Но Омега Один От Т Умножить На Омега Один От Т Штрих Вот Эта Величина Уже Не Ноль Это Квадратичная Величина Понимаете Да Ну Если Она Минус Так Она Если Она Минус То В этот Ж Самый Момент Очень Близко К Этого Момент Эта Случайная Величина Тоже Будет Отрицательна Правильно И Произведение Будет Положительное Если Она Положительна Ну Так Тем Более И Та И Другая Будет Положительна Но Если Расстояние Между Т Минус Т Штрих Т Минус Т Штрих Будет Достаточно Велико То Ясно Совершенно Что В этом Случайном Процессе Эта Величина Не Помнит О том Что Происходит В тот Момент Что Происходит В данном Момент Вот Эта Величина Вот Эта Величина Называется Корреляционной Функцией Случайной Величиной Правильно Это Вы знаете И Как Правило Для Марковских Процесс Знаете Что Такой Марковский Процесс Случайной Величиной Это Значит Что Вероятность Получить Величину Что Каждый Раз Вы Выбрасываете Монету Вот Марковский Процесс Вы Выбрасываете Монету Правильно И Результат Последующего Выброса Не Зависит От Результата Предыдущего Понимаете Да Для Марковского Случайного Процесса Эта величина Всегда Равняется Вот Такой Величине Омега Один В Квадрате Некое Среднее Я не буду писать Среднее Просто буду писать Омега Один В Квадрате Умножить На Е В Степени Минус Т Минус Т Именно Модуль Делить На Тау С Вот Характеристикой Случайного Процесса Является Вот Это Время Время Затухания Случайного Процесса Вот Представьте Себе Свет От Этой Лампы Представьте Себе Что У нас Есть Очень Точный Анализатор Амплитуды Ведь В этом Представьте Себе Что Это Мономолекулярный Свет Ну Желтый Свет Ну Допустим Мономолекулярный Монохроматический Свет Ну Как Какая-то Частота Желтого Цвета Амплитуда Нужную Частоту Но Поскольку У вас Есть Конечная Добротность У вас Есть Всегда Некие Потери На Отражении А Потери Это Взаимодействие Со Случайным Веществом Понимаете Меня Да Все У вас Всегда Возникает Некая Некая Ширина Уровня Ширина Уровня Это Значит Что Лазерный Луч Точно Такой Ж Точно Подчиняется Вот Этим Условием Но Только У него Тау Ц Какая Гигантская То Есть Время Забывания У лазера Очень Большое Правильно Он Все Время Монофроматический А Если Вы Возьмете Плохой Лазер Тау Ц Становится Все Меньше И Меньше Понимаете Да Вот Это У вас Характеристика Случайной Величины Это Самое Главное И Как Правило Ну Не Бывает То Есть Я Действительно Не Встречал Таких Случайных Процессов У Которого Корреляционная Функция Была Не Экспоненциальной Понимаете Да Значит Будем Считать Что Экспоненциальная По Крайней Мере Вот Для Оптики Это Точно Теперь Второй Вопрос Что Так Нужен Терерыв Или Нет Давайте Я Сейчас Закончу Со Случайной Величиной И Мы Сделаем Перерывчик Пятиминутный Так Сказать Санитарный Так Теперь У нас Вот это Дельда Омега Это Изменение Энергии Я уже Говорил Это Дрожание Энергетических Уровней Ну Теперь Разность Дрожания Дрожание Частоты Омега Ноль Правильно Ясно Совершенно Что Это То же Самое Вот Дельта Омега Как Она Называется Дельта Омега Да Дельта Омега Ноль В данном Случа Правильно Дельта Омега Ноль От Т На Дельта Омега Ноль От Т Штрих То же Самое Есть Среднее Вот Такое Среднее Есть То же Самое Некое Дельта Омега Один Дельта Омега Простите Ноль В квадрате Некое Среднее Умножить На Е Сепи Минус Т Минус Т Т С Я Пишу Именно Модуль Потому Что Представьте Себе Чтобы Т Сделали Меньше Чем Т Все Равно Только От Разницы Время Зависит Теперь Если Я Так Написал То Это Значит Что Мы Работаем Со Стационарным Случайным Процессом Стационарный Случайный Процесс По Определению Это Такой Процесс Где Корреляционные Функции Зависит Только От Разности Времен Но Они Зависит От Времени Но Представьте Себе Вот Этот Ясный Совершенно Что По Крайне Мере В Этом В Месте Вот Это Дельта Омега Омега Оно Зависит От Воздействия Решетки А Это Воздействие Ясно Зависит От Температуры Правильно Чем Меньше Температура Тем Все Меньше И Меньше Происходит Тем Все Слабее И Слабее Взаимодействие Тем Все Меньше Меньше Дельта Омега И Тау С Тоже Будет Меняться Представьте Себе Что Вы Очень Быстро Так Что Вы Что Это Для Вас Важно Очень Быстро Изменяете Температуру Систем Тогда Ясно Совершенно Что Тогда Уже В Случай Не Будет Стационар Он Вот Этого От Величина Будет Зависеть Тут Будет Тогда Уже Т Винус Т Ну Будет Такой Зависимости Не Будет Понимаете Можно Сказать Что Тау С Будет Зависеть От Времени Понятно Да Вот И Здесь Должна Быть Реальная Часть Потому Что Еще Будет От Ру 1 2 Было Е В Тепени Минус Э Омега 0 На Т Т Штрих Поэтому Я Здесь Написал Реальную Часть Потому Что Здесь Все Реально Синус Здесь Все Реально Здесь Теперь Значит Смотрите Вот Это У нас Величина Вот Такая Теперь У нас С Дельта Омега 0 Немножко Похуже Потому Что У нас Фигурирует Величина Вот Такая Е В степени И Интеграл От Т Штрих До Т ДТ 2 Штрих А И Вот Здесь Вот То есть У меня Случайная Величина Стоит То есть У меня В действительности Интеграл Это Сумма Отдельных Случайных Понимаете Да В действительности Ну Ладно Я Потом Скажу Значит Дельта Омега 0 От Т 2 Штрих От Т 2 Штрих Вот И Вот Эту Случайную Величину Я Теперь Должен Усреднять Правильно Значит По Процессу По Вот Этому Процессу Я Должен Усреднять Вот Эту Величину Правильно А По Другому Случайному Процессу Вот Эту Это Случайный Процесс Ну Я Назову Случайный Процесс Случайный Процесс 1 А Это Совсем Другой Случайный Процесс Случайный Процесс 2 Это случайный процесс обусловлен множеством случайных фаз в излучателях, то есть случайный процесс в свете, а это случайный процесс из-за взаимодействия системы с решеткой. Это совершенно разный, не коррелирующий между собой случайный процесс. Так вот, значит здесь я подставлю, теперь я написал вот здесь это усреднение, имею ли я право усреднять? Имею, потому что я имею наблюдаемую величину. n под t у меня наблюдаемая величина, и поэтому я могу усреднить. Если бы я работал с волновой функцией, я вам в прошлый раз это говорил, если бы я работал с волновой функцией, я ее не могу усреднять по случайному процессу, потому что волновая функция не является наблюдаемой величиной. Понимаете? Тогда, я просто хочу вам больше сказать, если вот это вот, если это так, то вот такая величина, можно получить это дело, но просто всякая экспонента может быть разложена в ряд, правильно? И дальше вы уже работаете с первой степенью этого интеграла, со второй степенью и так далее, с квадратом этого интеграла. В конце концов, вы увидите, что, и тогда можно получить, короче говоря, что вот эта вот величина равняется вот какой величине. E в степени минус 1 вторая B, где B, есть вот какая вот вещь. B, это интеграл от T' до T dt1, интеграл от T' до T dt2, от вот этой вот величины дельта омега 0 в квадрате умножить на ну вот на E в степени минус T' от Lc. То есть вот этот интеграл легко берется, ну в конце концов, здесь только экспоненты, и в результате мы получаем в уравнении для n. Можно вопрос? Можно. А T1, T2, оно вообще где, кроме дефинциала? Нигде, когда я интегрирую, я всегда могу, напишите, я могу написать Tt8, но это же переменная причина. Переменная, ну так, а в экспоненте не T' а может быть T1. В экспоненте T, поэтому вот здесь вот есть. Вот дальше в экспоненте, там, с индексами ничего не напутано, то есть именно так вот должно быть записано? Да, именно так. А что, я не понял, какие индексы? Я не понял. Сейчас возьмете интегралы? Эти интегралы я возьму, и они будут зависеть от T-T' Потому что тут вот интеграл T' и T. Значит, у меня должно остаться в результате выражения T и T'. Поняли меня, да? Конечно, при интегрировании, значит, должно быть T1 и T2, должно входить в функцию. То есть что-то из этих переменных зависит от T1 и T2. Так, а, согласен. А, вот это согласен. Вот, правильно, правильно. Это я правильно написал. Вот, хорошо, что вы за мной спите. Так. Правильно, правильно? Правильно. Тогда я напишу окончательное выражение для N. DN по DT уже окончательное выражение. Есть реальная часть, минус реальная часть от такого интегратора. Теперь, ну хорошо, интеграла от 0 до T. Вот это я, значит, пишу омега-1 в квадрате. Вот это среднее, вы знаете, что такое. Это просто E D в квадрате, правильно? Среднее значение E в квадрате. Так. Омега-1 в квадрате. на E в степени минус T минус T шлих на Тау С. На E в степени минус 1 в 2. Это я пишу результат вот этого интеграла. здесь одна вторая. Дельта омега-0 в квадрате. Среднее. на Тау С. Ну вот это Тау С допустим 1, а здесь Тау С 2. Тау С 2. Ну потому что это разные процессы, у них разные Тау С. На Тау С на Т минус Т шлих. Я пишу Т минус Т шлих здесь не модуль. Почему? Потому что Т шлих в этом интеграле тоже под Т шлих. Т шлих всегда меньше, чем Т. Правильно? Вот. На Т минус Т шлих. На E в степени И омега минус омега 0. На Т минус Т шлих. И на N под Т шлих. Это у нас после усреднения по случайным процессам уже получилось нормальное уравнение, где нет никаких усреднений. А вот теперь мы с вами сделаем некую такую вот штуку. Давайте посмотрим. Вот теперь я использую то, что у нас. Вот пока что я писал совершенно честно всё как следует. Понимаете? Нигде не погрешил против истины. Омега минус омега 0. А, понятно. Так. Теперь смотрите. Дело в том, что там были... Вопрос правильный, конечно. Были и омега плюс омега штрис. Плюс омега 0. Но понимаете, вот в этом интеграле этого дало... Вы сейчас увидите, что это дало бы. Это дало бы очень маленькую величину. Я сейчас дальше об этом скажу. То есть выбирается в косинусе... Поскольку у нас е в степени и омега 0 т минус т штрис. И е в степени минус и омега 0 т минус т штрис. В косинусе выбираются соответствующие экспоненты. Так, чтобы была разница омега минус омега 0. А не плюс омега 0. Вы сейчас увидите почему. Сейчас вот... Подождите чуть-чуть и вы увидите почему. Я не стал... Ну, подробно... У меня тогда времени не хватит ни на что. В конце концов, вы можете всё проделать сами. Математика элементарная. Теперь давайте посмотрим. Теперь я... Мы используем теорию возмущений. Что это значит? Мы предположим, что всё-таки поле, приводящее к переходу, электромагнитное поле, слабое. Что значит слабое? Вот это вот... С чем надо сравнить омега 1 в квадрате? Понимаете? С чем надо сравнить вот это взаимодействие? Мы сейчас увидим с чем. Это омега 1 в квадрате. От величины... Видите, посмотрите. Все вот эти вот величины, тау, тау, ц... Это всё стоит в экспонентах. Правильно? Правильно. А реально на Н от Т шерих влияет омега 1 в квадрате. Правильно? Если омега 1 в квадрате равняется нулю, то ДН по ДТ равняется нулю, и никаких изменений в заселённости нету. Правильно? Следовательно. Следовательно. Скорость зависит на характерное время. Вот смотрите. Характерное время. изменение Н пропорционально омега 1 в квадрате. Правильно? Вы помните в матричном... В вероятности перехода в сплошном спектре было ДН по ДТ было В квадрат на Н. Правильно? В квадрат было в вероятности перехода. Если... Ну, матричный элемент... Квадрат матричного элемента возмущения. Это и есть В квадрате. Правильно? Квадрат матричного элемента возмущения. Если оно мало, то скорость, время, характерное время изменения Н это будет... Что у нас? Это будет некая величина единицы на омега 1 в квадрате. Понимаете? Чем меньше омега 1, тем больше время изменения Н. Понимаете? Да? То есть Н меняется, и мы предположим, что Н меняется за времена существенно меньшие, чем Тау-Ц1 и Тау-Ц2. Просто... Ну, характерные времена изменения... Мы вот это предположим. Характерное время изменения, оно, конечно, может быть любым. Но, в действительности, вот, допустим, в видеосвете или даже в хорошем лазере, вот это вот ширина, это ведь дельта. Ведь единица на Тау-Ц это ширина... Единица на Тау-Ц имеет размерность омеги, правильно? Это ширина линии. Ширина линии. Ширина линии. Вот представьте себе, что у вас свет с частотой, ну вот, с частотой порядка 10 в 15 или 10 в 16 обратных секунд, правильно? И если ширина составляет линия очень узкая, если ширина составляет, ну, допустим, ну, я, допустим, беру энергию 2 электрон вольта, частота соответствует 2 электрон вольтам, а мы говорим, что ширина это 1 тысячный электрон вольт. Правильно? Тогда в действительности дельта-1, по сравнению с омегой 15, дельта-1 это будет, ну, в 10 тысяч раз меньше. Это значит будет, единица на дельта-1 будет омега в 11. Это 10 в 11 обратных секунд, понимаете, да? То есть Тау-1 10 минус 11 секунды. А характерное время изменения заселенности его цвета, ну, это вот характерное время испускания такого, говорится, спонтанного испускания, это 10 минус 8, да? Характерное время жизни 10 минус 8. Значит, характерные времена под действием света не слишком мощного, ну, это 10 минус 9, ну, максимум 10 минус 10 секунды. Это все равно намного, эти времена намного больше, чем вот этот Тау-Ц. Понимаете? А это значит, что вот здесь вот этот, вот этот интеграл, вот этот вот интеграл, вот этот интеграл, когда исчезает? Когда Т отличает, Т штрик отличается от Т не больше, чем на Тау-Ц. Правильно? То есть весь интеграл набирается вот здесь, ну, грубо говоря, вот на этом промежутке, вот 0 у меня, вот Т, правильно? Где набирается интеграл? Вот здесь вот, в маленьком промежутке около Т. Этот промежуток равен Тау-Ц. Правильно? Понимаете меня, да? Мы будем считать, что это время дрожания уровня, ну, тоже, ну, вы знаете, ну, это характерное время дрожания вот этого. Это характерное время колебаний. Характерное время колебаний в твердом теле, допустим, или в жидкости. 10 минус 11, 10 минус 12 секунды. Понимаете, да? Это характерное время вот таких, не оптических фанонов. Не акустических фанонов, а именно оптических фанонов. Вот такие вот. У вас должны частицы колебаться друг относительно друга. Это оптические фаноны. Это частоты где-то порядка 10 в 12, понимаете? Вот это 10 минус 12, вот это характерное время вот этих вот колебаний уровня в решетке. Тогда вот здесь набирается, изменится ли за это время существенно n от t? Нет. Потому что его время изменения намного больше. Это значит, что я n от t вот отсюда могу вынести за знак интеграла и написать просто n от t вот сюда. Понимаете? И я тогда получаю, вот я, грубо говоря, добился все-таки того, что я получил dn по dt есть минус n от t, естественно, на w, на некоторую w, где w, вероятность перехода есть ре реальная часть от вот этого интеграла. Значит, я так напишу омега-1 в квадрате умножить на реальную часть вот этого интеграла. е в степени минус t от 0 до t минус t минус t минус t штрих от ау с1 умножить на е в степени минус 1 вторая дельта омега-0 в квадрате на t минус t на t минус 0. Прошу прощения. Это вся эта величина, вся эта величина действительно, и это мы называем вероятностью перехода. То есть, смотрите, мы получили вероятность перехода в дискретном спектре. За счет чего мы это получили? Только за счет того, что мы ввели случайный процесс. Вы могли бы даже, понимаете, да? Без случайного процесса никакой вероятности перехода у нас бы не было. У нас были бы, я вам сейчас, после того, как напишу окончательный ответ, у нас еще не будет время, я вам напишу, что было бы, если бы не было случайного процесса. Есть, к счастью, такого рода и расчеты, и эксперименты. Ну, расчет простой. Ну, ладно, сейчас плохая очень эта щёточка, но очень маленькая. Ну, я надеюсь, что вы все видите, что этот интеграл прекрасно берется. Правильно? Ну, просто интеграл от экспоненты. Вот это, плюс это, плюс это, просто где-то один показатель экспоненты. От t-t, правильно? Он берется, и на нижнем пределе это будет ноль, правильно? Понимаете, почему? Потому что на нижнем пределе, когда t здесь будет ноль, это такое большое время, что эта экспонента затухнет сразу. Эта же экспонента будет, правильно? То есть у нас возникнет вот такой интеграл. Ответ будет простой. Вот какой будет ответ для вероятности перехода. В равняется, значит, омега один в квадрате, а здесь будет, ну, я напишу хорошо, единиц. Это реальная часть от единицы делить. Значит, здесь будет и омега минус омега ноль, плюс единица на тау С1, плюс одна вторая дельта омега ноль. В квадрате на тау С2. Ну, реальная часть, вы знаете, что это будет, правильно? Это будет, мы должны умножить на комплекс сопряженный, правильно? Ну, знаешь, что такое реальная часть? Ну, мы умножим на комплекс сопряженный, вверх и вниз развел только реальную часть, правильно? Значит, это будет. Давайте. Вверх пойдет, в знаменателе будет что у нас такое? Омега минус омега ноль в квадрате, плюс единица на тау С1, плюс одна вторая дельта омега ноль в квадрате среднее. В числителе будет единица на тау С1, плюс одна вторая дельта омега ноль. Дельта омега ноль в квадрате тау С2, правильно? Правильно? Мы получили что? Мы получили лоренцевскую форму линии. Это ведь как вероятность переходит, зависит еще от частоты. Вот эта частота действующего света, несущая, ну такая главная частота, правильно? Это омега ноль. Если у нас будет в точности совпадение, представьте себе, что омега точно совпала с омега ноль, мы это же можем сделать. То есть возьмем в резонансе, правильно? Переход в резонансе. Что у нас будет? У нас будет вот это сократиться и останется омега ноль в квадрате, делить на вот это вот величие. Правильно? Понятно, да? Теперь давайте мы разберем, это общая формула для вероятности перехода в двухуровневую систему. Давайте рассмотрим первый процесс. Представим себе… Значит, представим себе, что у нас, ну что мы смотрим, допустим, свет на атоме, который в вакууме, ну грубо говоря, мы пренебрежем вот этим Тао С2. Первый случай мы рассмотрим, когда у нас нету, мы можем пренебречь взаимодействием с решеткой, но взаимодействием со светом не можем пренебречь, потому что только это является причиной перехода. Тогда у нас будет, вот тогда у нас будет дубль В, это будет омега один в квадрате, здесь будет единица на Тао С1, а здесь будет омега минус омега ноль в квадрате плюс единица на Тао С1 в квадрате. Так? Так, это ширина линии связана с добротностью лазера, или с шириной спектра. Правильно? Это, в действительности, вот это могли бы сказать, что это некая дельта, это ширина линии лазера, возникающая из-за случайных процессов. Вот эта вероятность перехода, надо сказать, что она впервые, вот ее вот для перехода в дискретном спектре под действием поля, вот такой впервые получил Дирак. Так, именно с учетом того, что любое электромагнитное поле болтается, понимаете, да? Вот. И он получил вот эту вероятность перехода. Эта вероятность перехода по Дираку. Вот это, это вероятность перехода из-за случайных процессов в возбуждающем поле, в возбуждающем свете. И это называется под Дираком. Просто запишите это себе. Ну, такова терминология, чтобы вы знали. Потому что это впервые сделал Дирак. А вот если представим себе, это чаще всего бывает естественно в магнитной резонансе. Если вы знаете, что такое ЭПР, ЯМЭР, надеюсь, что знаете. В ЯМЭРе добротность вот этого, значит, нейтрона, который дает переменное магнитное поле, очень хорошая. Там вот эти вот, просто очень хорошая добротность. А главная ширина линии в ЭПРе или в ЯМЭРе, конечно, связана с взаимодействием с решеткой. Понимаете, да? Тогда это будет под Дираком, я так напишу. А вот когда не учитывается случайность возбуждающего поля, а учитывается дрожание уровня, это называется вероятность перехода по Бломбергену. Слышали, наверное, эту фамилию? В ЭПРе не слышали никогда? Ну, надо сказать, что это очень крупный ученый. Он за нелинейную оптику получил Нобелевскую премию, за разработкой нелинейной оптики получил Нобелевскую премию. И надо его фамилию знать. Вот вероятность перехода по Бломбергену, я напишу по-русски, по Бломбергену, это будет вот такое. Омега-1 по-прежнему поле-то должно, а теперь я уже не пишу его среднее, потому что это просто омега-1 в квадрате, правильно? Это просто действительно недрожащая величина поля. Омега-1 в квадрате. А здесь будет, ну, одна вторая дельта омега-0 в квадрате на Тау-С и делить на омега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега- смотрим ширину линии, когда мы смотрим, то вот смотрите, чем больше, чем меньше Тау С1, это у Дерако, переход в Дерако, чем меньше Тау С1, то есть чем шире возбуждающие линии, тем естественно шире линия поглощения. Правильно? Ну вот, видите, что вы можете, вот как выглядит эта формула? Ну это нормальная, здесь будет некая интенсивность, величина В, а здесь будет Омега, а здесь Омега 0, вот так вот она выглядит, правильно? Вот эта кривая, ну это Лоренцовская кривая, и она тем шире, чем меньше Тау С, чем больше единицы на Тау С, правильно? Понятно? Понятно или нет? Говорите хотя бы, да, я спрашиваю. Дальше, теперь здесь посмотрим, если мы Тау С уменьшаем, Тау С уменьшаем, линия становится все уже и уже, то есть теперь она выглядит так же, но с уменьшением Тау С, то есть с увеличением скорости дрожания уровня, линия поглощения сужается и сужается. Наверное, вы, если вы изучали ВПР в жидкостях или ЯМР в жидкостях, вы знаете, вам говорили о таком, о сужении движениях. То есть если спин проходит очень быстро через разные поля, а это значит, что его, это самое, в постоянном поле его очень быстро дрожит, его несущая частота, ну не несущая, его частота переходит, понимаете, да? Если частица, несущая спин, радикал, очень быстро движется по системе и очень быстро проходит различные случайные поля, понимаете, тем линия будет его уже. Это называется сужение движения. Это вы должны знать, понимаете? Ну, ВПР это, ну, грубо говоря, ну, известно, ну, наверное, уже, ну, лет пятьдесят, как минимум. Вот. Ну, с тех пор, как начали вот этим внимательно заниматься ВПР и ЯМР в жидкостях, вот, в местах, где радикал очень быстро движется. И, иногда бывает так, поднимают температуру, чтобы ускорить движение радикала, и получают более острое видение. Понимаете? Это вы должны знать. Вот это называется, теперь еще вот что. Я, теперь мы, вот мы говорили, о, это в переходах, переходы, это чисто квантовые переходы в систему. Но, есть еще переходы, вы же знаете, вот, вы, наверное, знаете, спинрешеточная релаксация. Знаете, такое характерное выражение? То есть, есть время спинрешеточной релаксации, правильно? Вероятность спинрешеточной релаксации. Мы ее сейчас пока не... Спинрешеточная релаксация, это значит изменение разности заселенностей из-за взаимодействия с решеткой. Я сказал, что мы сейчас ее исключили, потому что мы считаем, что это у нас оптические переходы, и тут, как говорится, решетка достаточно холодная, и нет в ней соответствующих частот для того, чтобы принять гигантский квант в 2-3 электронных вольт. Понимаете? Но очень часто бывает, что такие переходы возможны. Так вот, мы до сих пор, как говорится, если мы рассмотрим матрицу плотности системы, которая находится, все время находится в некоторой, ну, во взаимодействии с некоторой решеткой. Ну, вот молекула, вот мы следим за ее вот уровнем, матрицу плотности у нас двухуровневая или трехуровневая, неважно. Но она взаимодействует все время с решеткой. Тогда мы говорили, что РО и ИТЭ, это в действительности, РО и ИТЭ, это заселенности соответствующих состояниях ИТЭ. Правильно? Это заселенности. А с другой стороны, вы знаете, что если система находится в термодинамическом, я должен заканчивать когда? Где-то в 12. В 12 ровно? Ну, я же вам 5 минут до, значит, 5 минут купил. Вот. Тогда мы должны написать, что РО и ИТЭ, это будет что такое? Единица на Z, Е в степени, минус, Эпсилон ИТЭ, на КТЭ. Правильно? Правильно? Где Z, это статсума, Z, это сумма по ИТЭ, Е в степени, минус, Эпсилон ИТЭ на КТЭ, ну и, соответственно, ЖИТЭ, то есть на новорождение уровня, на число состояний с данной энергией при одной и той же энергии. Понятно, да? Теперь посмотрите на меня. Это значит, что, если мы запишем вот это РО, это РО и ИТЭ, значит, мы можем написать, что матрица плотности РО равняется Е в степени минус H на КТЭ делить на шпур Е в степени минус H на КТЭ. О, ну шпур, свет, ну не важно, вы знаете. Потому что, если мы берем матрицу плотности в представлении, в собственном представлении H, понимаете, то тогда мы получаем вот эта штука, если мы возьмем РО и ИТЭ, это мы возьмем диагональный матрица элемент от всего этого, правильно? Диагональный матрица элемент будет как раз вот это вот, Эпсилон ИТЭ, то есть H и ИТЭ, правильно? То есть вот запись, вот это я специально пишу, это равновесная матрица плотности. Вот такая общая запись равновесной матрицы плотности. Понимаете? Следовательно, теперь мы знаем, что у нас, я не буду это подробно выводить, но это очень легко понять. Если мы смотрим взаимодействие, теперь, когда мы смотрим, мы воздействуем на эту матрицу плотности светом, на эту систему светом. Значит, свет меняет заселенности соответствующие. Есть отклонение от этого дела. А система взаимодействует с равновесной решеткой. К чему она должна стремиться? По принципу Леш-Ателье. Вы знаете, что такой принцип? А вам статистику только сейчас считают? Принцип Леш-Ателье, что любая статистическая система противодействует любому воздействию на нее оказыванному с возвратом к тому, где она была. Понимаете меня, да? То есть, если вы отклоняете ее от положения равновесия, то взаимодействие с решеткой приводит к тому, что она стремится прийти в состояние равновесия. Это значит, что вы можете так написать, что ро, ну, М, вот, вот, Т, если вы, я пропускаю, там, вероятность перехода, это само собой, мы уже ее прошли. А вот решетку, плюс, вот что я должен написать? минус, минус, N, вот, T, минус, N равновесные, вот, T, ну, вот этой штукой сверху, я буду обозначать еще, в данном случае, равновесные. и делить на характерное время T1. Это время, характерное время, ну, оно выглядит так, как большое, но это тоже время. это характерное время изменения, возвращения, матрицы, возвращения матрицы плотности для данной системы, для нас, N от T, это и есть разница заселенности, правильно? Состояние равновесия. Представьте себе, что если N больше, чем N от T, то эта величина отрицательная, и система будет стремиться, вернуться к равновесию. Представьте себе, что мы отклонили наоборот. N меньше, чем N от T, тогда нам все равно будет стремиться N, ой, тут-то, допустим, написал, а вы меня не поправляете. Равновесные же не зависят от времени. Вот. То есть, понятно, да? Вот, к вот этому уравнению, которое где-то там у нас должно было быть, вот к этому уравнению мы еще должны добавить минус N, минус N, минус N, ну, от T, естественно, минус N делить на T1. T1 это характерное время решеточной релаксации. Ну, если вы проходили, если вы знаете ЭПР, то есть еще, конечно, время T2. То есть там, когда мы писали уравнение для дни диагональных матричных элементов, мы там должны были написать взаимодействие с решеткой из-за изменения фазы. Понимаете? И что такое РО1, 2? Меняется фаза в системе. Понимаете? Вот. И там надо было написать еще единица на T2. Потому что РО1, 2 равновесно. И чему равно? Нулю. В равновесии все не диагональные элементы стремятся к нулю. Поэтому мы должны были написать там минус РО1, 2 делить на T2. Понимаете, да? И это внесло бы некие изменения естественного уравнения для T1. Мне сейчас, грубо говоря, все-таки это не когда я специфика ЭПР и ЕМР, потому что в оптике практически не встречается практически не нужно знать, как не диагональные элементы матрицы плотности меняются с решеткой. Нужно выследить и только со заселенностями. Понятно, да? Ну вот и на этом благополучных словах мы закончим нашу лекцию.